Серия вебинаров «Борьба за клиента». Лучшие спикеры и эксперты расскажут, как запускать качественную рекламу и быстро обрабатывать заявки, как увеличить продажи и как в этом поможет CRM, как организовать бизнес в онлайне, как не слить бюджет на рекламу и проверить своего маркетолога. Модератор и главный ведущий Михаил Беляев. Начинаем! Всех приветствую сегодня на вебинаре. Как вы только что поняли, этот цикл вебинаров мы находимся где-то посередине, ближе ко второй его части. Мы в этом цикле вебинаров «Борьба за клиентов» говорим о том, где клиентов искать, что с ними делать, как их удачно конвертировать, не потерять по дороге. Ну и рассказываем интересные приемы, которые можно прямо применять на практике. Кейсы, приемы и интересные фишки, которые вы можете взять себе. Вебинары наши состоят из двух частей. Я немножко расскажу в коротком вступлении сейчас, что мы будем с вами в ближайшие полтора часа делать. Две части. В первой части мы смотрим с точки зрения логики построения бизнес-процессов. Что нужно делать? Давайте сразу к тематике. Сегодня мы говорим про бизнес, наш бизнес, который представлен в онлайн. Каким образом он должен быть представлен? Что такое онлайн конкретно? В соцсети нам нужно идти или сайт нам нужно делать? Что нам нужно конкретно показывать на наших страничках? Не забыть, как правильно выстроить вот этот процесс. Мы будем говорить о том, каким образом с точки зрения техники нам работать с нашими клиентами. Как нам захватить клиента, как нам привести их в свою систему, не потерять ни одного. Каким образом работать с конверсиями и на своих ресурсах онлайн, и потом уже, когда мы совершаем продажу. Первую, вторую, может быть третью, четвертую или пятую. Как мы хотим. Из двух частей, повторюсь, состоит сегодняшний вебинар. Первая часть как раз посвящена логике построения этих процессов, логике взаимодействия с нашими клиентами. Вторая часть будет больше в техническую сторону, но это не для технических специалистов. Это мы говорим о том, как автоматизировать свои процессы с точки, ну, если мы посмотрим на это, например, с точки зрения CRM автоматизации, с точки зрения Bittrex24. Полтора часа, примерно по 40 минут будет у каждого спикера. Спикеров я буду сейчас представлять. У нас есть чатик, в который можно задавать вопросы. Мы эти вопросы будем по ходу отслеживать и либо сразу же отмечать, либо оставим немножко времени у спикеров в конце для того, чтобы на эти вопросы ответить. Поэтому, пожалуйста, активно можно работать с чатом. Мы будем туда подсматривать вопросы, хорошие будем выписывать. Второй момент. Есть вопросы уже про запись. Да, запись будет, специально ничего делать не нужно. Мы эту запись отдадим, вышлем на ту же самую почту ссылочки, по которой вы регистрировались. Поэтому, если какие-то моменты вам захочется пересмотреть, я надеюсь, так и будет, можно будет вернуться к нашим спикерам и посмотреть под карандаш, либо эти приемы, про которые мы говорили, эту логику, которую мы сегодня будем показывать, выстроить у себя. Третий момент. Мы приготовили такой антикризисный чемоданчик, мы его называем, набор материалов, полезных материалов, инструкций, контента, которые сейчас можно, опять же, пересматривать и использовать. В самом конце я расскажу, что нужно сделать для того, чтобы чемоданчик получить, забегая вот прямо в самый конец, анонсируя. У нас будет небольшой опрос по вебинару, что вам понравилось, не понравилось, о чем бы вы хотели поговорить, кто из спикеров показался вам классным, а кто очень классным. Ответьте на несколько вопросов, мы вам такой контент вышлем в самом конце. Ну и, наверное, на этом вступительную часть я завершаю. Буду идти по нашему сегодняшнему плану вебинаров и представляю первого спикера. Если вы с нами давно, то вы, наверное, уже видели. Юлия Магась. Юлия руководит собственным агентством. Это агентство МОССММ. Она пиар-директор Эпик Старс и активно вообще делится контентом на разных площадках, которые занимаются обучением. Например, на Эпик Скилз, на Нетологии. У Юлии есть курсы, где она активно рассказывает о том, как выстраивать свою работу, в частности, в СММ. Юлия, выходите к нам, пожалуйста. Так, сейчас Юлия появится у нас в формате спикера. Да, Юлия, здравствуйте. Еще раз. Так, добрый день. Слышно? Видно меня? Мне слышно хорошо, а вот с изображением у меня есть сложности. Картинка замерзает. Друзья, в чате помогите нам, пожалуйста. Скажите, как вы это видите? Так. Так, у кого-то все хорошо, кому-то не видно. Так, ну, значит, замерзает звук, а картинка подвисает. Так, да, говорят активно, что картинка виснет. И у меня есть такое же ощущение. Все видно и слышно. Так, я сейчас переключилась на другой Wi-Fi. Возможно, будет лучше. И кажется, что стало лучше. Угу. Так, отлично. Давайте мы начнем в таком формате. Если вдруг мы увидим по сообщениям в чате, что что-то идет не так, будем корректироваться. Юлия, вам слово, аудитория. Расскажите нам, что нужно делать в онлайне, куда идти и как там вести себя. Супер, хорошо. Добрый день, друзья. Собственно, меня зовут Юлия Магась. Еще раз представлюсь. Сегодня мы с вами поговорим на тему бизнеса в онлайне. о том, каким образом мы можем контактировать с людьми, помимо, скажем так, просто прямой рекламы, какими способами мы можем в том числе увеличить конверсию от рекламы на наших площадках. На сайте, на наших площадках, на сетях. Собственно, я не оставили, долго останавливаться на себе не буду. Я действительно являюсь основателем агентства МОССММ. Достаточно давно работаю в маркетинге и, в частности, в соцсетях. Плюс являюсь спикером отраслевых конференций по маркетингу, преподаю, стараюсь, так сказать, нести знания в массы и образовывать наш рынок и предпринимателей, в частности, в сфере диджитал. Что касается клиентов, то у клиента у нас самый разный опыт есть в самых разных сферах. Это как сфера и коммерс, так и сфера малого-среднего бизнеса. Поэтому есть, скажем так, понимание, опыт работы как с достаточно большими бюджетами, так и в условиях обычного классического бизнеса. Нет, это не реклама, Евгений. Это я представляю себя, чтобы у вас, в принципе, было понимание, откуда я, кто я. Если это неинтересно, то, в принципе, я точно на своей лекции вас не задерживаю. Теперь мы, собственно, переходим к контенту и поговорим с вами непосредственно о первом и самом важном вопросе. Ну, здорово, Евгений, я, в общем, не буду больше, в принципе, наверное, на вас отвлекаться. Надеюсь, что здесь есть модераторы. Вот, поэтому первое, о чем мы поговорим, это, собственно, воронка продаж. И именно от того, какая у нас есть воронка, зависит то, какие каналы и какие площадки мы будем использовать для продвижения нашего бизнеса. Можете, кстати, в чате, кто здесь есть, написать вообще, какая сфера бизнеса у вас, чтобы я примерно понимала, чем вы занимаетесь. Там, не знаю, у вас, нельзя, мебель, производство, у вас салон красоты, ресторан, инфопродукт какой-то. Так, вот, видите, мебель, ага, отлично. Посуточная аренда, печатная реклама, станки, косметика, автобизнес, продажи, консалтинг, образование, IT, ткани. Какие вы все разные, очень круто, очень круто. Внедрение в битрикс, бижутерия, видимо. Так, ремонт квартир, фотоагентство, косметика, фитнес-индустрия, турбизнес. Очень круто, на самом деле вообще очень здорово, что вы все такие разные. И самое важное, что я вижу из того, что вы перечисляете, да, свои сферы, что чем бы вы ни занимались, вот у кого-то там туристические услуги, у кого-то ремонт, у кого-то там какой-то консалтинг, у кого-то вот продукты питания, вы все так или иначе связаны с продажами, правильно? То есть вы все равно продаете, вы либо продаете конечный продукт, либо вы продаете свои услуги, да, то есть вы можете продавать в сегменте B2C, можете продавать в сегменте B2B. И именно поэтому очень важно, в первую очередь, то, чем я лично сталкиваюсь по опыту наших клиентов, понимать свою воронку продаж. То есть вам нужно понимать точки касания пользователя с вами и понимать, что сейчас, со временем, когда у нас меняется конкуренция, когда у нас, в принципе, больше, шире, и появляется больше игроков на рынке, уже недостаточно там одного-двух касаний с клиентом до покупки. Клиента до покупки нужно вести, и нужно понимать, что из любой рекламы вам не приходят уже люди, которые готовы вам оплатить карточкой, да, такие, здравствуйте, куда вам здесь оплатить? Люди задают вопросы, люди общаются, люди принимают решения, сомневаются, и с ними нужно работать. То есть воронка строится классическим способом в онлайне, да, сначала человек попадает к нам на сайт, потом он, в принципе, что-то там ищет, находит, не находит, потом он может добавить это в корзину или, допустим, подать заявку нам в зависимости от формата работы, если это интернет-магазин, то положить в корзину, если это любой другой бизнес, например, там, изготовление мебели, то он оставляет заявку. Дальше уже он оформляет заказ, то есть происходит либо процесс коммуникации с менеджером, либо процесс оплаты, и дальше уже, как бы, по факту, когда деньги в кассе, мы можем считать, что сделка завершена. Дальше уже начинается, как бы, низ этой воронки, это уже действия, связанные по удержанию клиента, по взаимодействию с ним в дальнейшем, для того, чтобы он покупал у нас повторно, чтобы он к нам возвращался, особенно в тех нишах, где есть LTV, да, то есть где есть хороший ретеншн, где есть возвратность. Что касается того, как работает воронка, это то, с чем я тоже часто сталкиваюсь, что многие предприниматели не понимают эту историю, что для того, чтобы у вас реально купило там определенное количество человек, вам нужно на входе создать себе достаточно широкий поток трафика, и не весь этот поток трафика, естественно, будет у вас покупать. То есть у вас реально вот там 10 тысяч пройдет мимо, зайдет 500 человек, оставит, ну, условно, заявку там 150 человек, купят 50, и там постоянно с вами останутся там 10 человек, то есть представьте, как эта воронка, она вот прям, ну, ссыпается сверху вниз. И важно понимать, что, ну, то, что я вижу часто в компаниях, это то, что предприниматель считает, что если вот к нему пришло там условно тысяча трафика на сайт, а что вообще там нет продаж условно, да, или а почему нет, а почему там мало заявок, потому что всегда есть определенные проценты конверсии, и мы сейчас тоже поговорим дальше о том, почему важно в принципе работать в онлайне именно над своими конверсиями. То есть стандартная ситуация, которая обычно происходит, да, когда мы работаем с воронкой, мы сначала определяемся с портретом клиента, с его болями, проблемами, с нашим оффером, который мы ему предложим для того, чтобы эту проблему решить. Дальше мы ему показываем рекламу, и он, ну, попадает по этой рекламе, и дальше определенная цепочка, он контактирует с нашим контентом, оставляет заявку, дальше с ним общается менеджер, его закрывают, он отрабатывает возражения, он идет по определенным этапам сделки, ну, например, особенно если там в CRM-системе. Смотрите, это, так, Татьяна, смотрите, эта воронка дана просто для примера, да, то есть условно можно говорить не купили, там оставили заявку, из них уже там 50 человек купила. Эта воронка показывает просто объем, здесь пока что мы говорим не на каких-то конкретных там кейсах и цифрах. Мы сейчас к этому перейдем. Смотрите, ну, чаще всего то, что, ну, бывает в обычном классическом бизнесе, это то, что мы вроде бы делаем рекламу какую-то, дальше что-то непонятное, какая-то каша, непонятно, куда пошел человек, непонятно, как он пришел, и, может быть, когда-то он дойдет до продажи. Естественно, нам очень важно использовать для того, чтобы вот эту всю структуру выстроить, очень важно использовать инструменты для того, чтобы оцифровать это. Это CRM-система, когда первый раз человек оставляет нам заявку, он сразу попадает в CRM-систему. Это сквозная аналитика, когда мы с помощью сквозной аналитики можем оценить то, что он пришел к нам первый раз, что-то потом еще поделал, походил по каким-то другим каналам, по каким-то другим страницам, зашел из какого-то другого источника и купил. Но сквозная аналитика позволяет нам сметчить эти данные о том, что изначально этот человек пришел, допустим, к нам из Инстаграм, а потом он купил с прямого захода на сайт. И это тоже очень важно. Что касается вообще, как бы, вот этой темы с конверсиями, да, реально на данный момент особенно важное значение имеет конверсия именно в рекламе, потому что вы можете до бесконечности привлекать постоянно новый трафик, новых людей, платить за новые лиды, за новые заявки, но намного лучше и намного правильнее работать над конверсиями конкретно уже существующие воронки, да, потому что изменение конверсии на очень небольшой процент дает кардинально другие результаты в деньгах. Мы сейчас это наглядно тоже посмотрим. Потому что ваша задача понимать сегодня непростое время. Сейчас, естественно, покупательское поведение очень сильно меняется, в том числе начинают реально... Но как показал текущий кризис и текущая вот эта ситуация с этой пандемией, то, что большинство бизнесов, к сожалению, оказалось не готово к онлайну. У нас реально очень большого количества клиентов оказалось не готово к CRM-систему, где у них всего было там два пользователя, и они просто начали разрываться, потому что много менеджеров, разные какие-то воронки. У кого-то нет никакой аналитики, да, не стоят никакие аналитики на сайтах, нет сквозной аналитики, ничего нельзя померить. А сейчас, когда открылся еще и офлайн, и компании пытаются совмещать и онлайн, и офлайн, то здесь вообще происходит бдыщ, потому что очень сложно мэчить без наличия сквозной аналитики, очень сложно мэчить все эти данные, да. Почему важно следить за конверсиями? Я показываю на примере просчета вообще, в принципе, результатов воронки, ну, допустим, трафика на таргет, ну, то есть это как один из примеров. В данном случае что мы видим? У нас есть рекламный бюджет 100 тысяч рублей, и конкретно в этой нише мы можем закупать, неважно какая ниша, любая, допустим, это премиум мебель, 25 рублей стоит клик, и мы можем получить 4 тысячи трафика на 100 тысяч рублей, да, то есть трафика, который войдет на сайт, не охвата тех, кто увидит, тех, кто увидит, будет еще больше, именно тех, кто вошел на сайт, условно, 4 тысячи кликов. Дальше мы смотрим, у нас есть первая конверсия, это конверсия сайта, то есть из тех, кто пришел на сайт, в тех, кто конкретно оставил нам заявку, то есть стал лидом, да, под лидом я дополнительно, да, сейчас поясню, лид – это заявка, это тот человек, который потенциально выразил интерес к нашему продукту. Вот, условно, у нас эта конверсия 5%, да, мы берем 5% из тех, кто пришел на сайт, оставили свои заявки, итого мы получили 200 лидов по 500 рублей. В целом это хорошая цена, особенно для, там, премиум-сегмента, дальше у нас есть конверсия в продаже, ну, то есть из тех лидов, которые к нам пришли, оставили заявку, сколько людей купит. И здесь, конечно, как правило, эта конверсия, она всегда должна быть выше, чем первая конверсия, да, но нужно понимать, за каждую из этих конверсий отвечает тот или иной, скажем так, департаментное направление, то есть за первую конверсию нас отвечает маркетолог, качество трассы, сайт и вся вот эта история, за вторую конверсию отвечает качественная обработка льда, что он попадает в CRM-систему, с ним оперативно в течение 15-30 минут связывается менеджер, он его обрабатывает, проставляет ему статусы, переводит его в определенные категории, там, переводит его в сделку или переводит его, там, еще, допустим, на какой-то этап. Так, что-то тут какая-то авария. Так, что-то интересное случилось. Звук остался, а картинка пропала, да. Так, причем у меня вот сейчас видео есть, и вот вы тоже как-то странно выглядите, Михаил, к чему-то. Со мной такое бывает. Как будто, нет, как будто вы просто в неоновом каком-то сайте. Так, свет отключили. Нет, свет не отключали, я сейчас опять попробую другой Wi-Fi. Нет, подождите, не переключайтесь на Wi-Fi. Мы сейчас попробуем включить и выключить видео. Это может помогать иногда. Так, попробовали, не помогает. Значит, этот Wi-Fi был намного лучше предыдущего, поэтому предлагаю сейчас вам выйти и зайти. Есть такое у всех системных администраторов. Лайфхак, да? Про лайфхак, да. Нужно перезагрузить. Ну, то есть выйти и зайти. Попробуйте, мы вас немножко подождем. И возвращайтесь к нам скорее. Так, вижу комментарий про свет знаний. Свет знаний темным бывает редко, мне кажется. Я все время думал, что свет знаний – это что-то светлое. Так. Кто заметил, что у Юлии на заднем плане поют птицы? Скажите мне, пожалуйста, в чат. Это мне кажется, я в неоновом свете. Или это правда так? Это мне тоже, я вижу в неоновом свете, да. Так, но себя я не вижу. Я себя вижу как зеленый экран по-прежнему. Тоже нет. У нас черный такой. У меня, по крайней мере. У меня зеленый. Так. Значит. Так, у нас с вами, знаете, какой вариант есть? Поговорить дальше без камеры. Мы чуть попозже появимся еще с видео. А пока будем смотреть на презентацию и голосом ее комментировать. Друзья, в чате скажите, это нормальный вариант? Говорят, что да. Давайте попробуем в таком формате. Я, кстати, да, думаю, что, наверное, проще выключить вообще камеру и просто говорить голосом. Меня уже все посмотрели. Выключаем камеру и озвучиваем. Да. Вот. Прекрасно. Я надеюсь, что, по крайней мере, слышно. Так. Поют, поют. Да. Абсолютно верно. Ну, да, птицы поют. Вы правы. Просто очень жарко и окошечко открыто. Вот. Друзья, в общем, я надеюсь, что голосом эффект будет не хуже. Так вот, собственно, смотрим. Да. Мы смотрим здесь на конверсии. Мы смотрим здесь на то, что мы получаем 200 лидов по 500 рублей. Дальше мы меряем конверсию того, как хорошо у нас работает отдел продаж, условно. Да. С какой конверсией эти лиды закрываются клиентам. Ну, и в данном случае мы считаем, что мы получаем 8% конверсию. Ну, то есть это цифры проекта конкретного. И мы закрываем здесь 16 клиентов. То есть стоимость одного клиента, его привлечения, то есть CPO, у нас стоит 12,5 тысяч рублей. Средний чек продажи, то есть сколько нам приносит этот один клиент, это 100 тысяч рублей. Итого мы получаем оборот 1,6 миллиона, маржинальность у нас 45%, и, соответственно, мы видим показатель ROI, ну, или, можно сказать, точнее, ROMI, 260%. Да, из прибыли мы вычитаем затраты на маркетинг, и, соответственно, чистыми у нас остается 520 тысяч рублей. 260% показатель ROI, да, обратили внимание. Конверсии фиксируем 5,8%. А теперь двигаемся дальше и смотрим сюда. Конверсия на каждом этапе меняется на 1% ровно. Все те же самые условия, но на 1% мы меняем конверсию посадочной страницы, чтобы она давала нам больше лидов, и на 1% наши менеджеры начинают лучше работать. Давайте посмотрим на то, как кардинально меняется ситуация. В том случае, да, мы заработали с вами 520 тысяч рублей. Здесь мы зарабатываем 772 тысячи чистыми. При этом показатель ROI составляет 386%. Да, у нас стала дешевле заявка 417 рублей, у нас стал дешевле клиент, его привлечение 9259 рублей. И при всех остальных цифрах просто увеличив и докрутив немножко конверсию взаимодействия с клиентом, чтобы менеджер быстрее общался, чтобы он не забывал перезванивать, чтобы он у себя в СРМке отмечал недозвоны, да, и потом по ним проходился и перезванивал. Реально, по нашему опыту, большая часть конверсии именно в клиентов теряется именно на этапе, не перезванивая, которым было неудобно сразу пообщаться, которые не могли там взять трубку. Вы их уже купили, как леда, и вы должны сделать максимум, чтобы его отработать. То есть у нас стандартное правило с клиентами, мы говорим о том, что нужно звонить как минимум 5 раз, пока человек, ну, либо уже точно он не берет трубку в течение 5 раз, либо он уже там на 5 раз поднимает трубку и говорит там, все, отстаньте от меня, мне ничего не нужно. Важно понимать, что влияет на конверсию, да, на конверсию у нас влияют все наши посадочные страницы, которые мы используем, в принципе, в контакте, в контакте, как бы, при контакте с аудиторией. Это и социальные сети, это и сайт, и здесь, конечно, нам очень важны кнопки быстрой связи, чтобы люди могли не просто где-то там теряться и писать что-то нам в комментариях, чтобы они понимали, каким образом с нами можно связаться. Обязательно призывы к действию, конкретные call to action, то есть, когда мы четко даем призыв к действию, что должен человек сделать? Нажать на кнопку подробнее, зарегистрироваться, перейти на сайт и так далее. Формы сбора контактов, потому что, в принципе, что мы хотим от клиента, когда он заходит к нам на сайт или в соцсети, мы хотим получить от него контакт, чтобы с ним плотнее пообщаться, потому что, когда у нас нет его контакта, это просто виртуальная единица, какой-то номер ID, какой-то соцсети, который зашел на нашу страницу. И мы не понимаем, у нас нет возможности выяснить потребность, нет возможности провести его презентацию, нет возможности поработать с его возражениями. То есть здесь мы без контакта, мы упускаем половину этапов продаж. Разного рода всплывающие окна, так называемый поп-ап, когда мы, допустим, выходит человек с сайта, у нас всплывает поп-ап, подождите, не уходите, у нас для вас есть какая-то плюшка. Конечно же, это четкие офферы, то есть когда мы даем конкретное предложение, а не просто говорим, вот мы есть, мы магазин. Четкий оффер подразумевает под собой бесплатная доставка, бесплатный выезд замерщика, какая-то конкретная акция на определенный ассортимент, товары в наличии со скидкой до 50% и так далее. То есть в рекламу мы всегда пускаем четкий оффер. И, конечно же, возможность людям альтернативными способами связи с вами коммуницировать. То есть когда вы не просто даете им одну какую-то форму сбора контактов, а когда у вас есть ссылка на соцсети, когда у вас есть ссылка на WhatsApp, когда у вас есть, допустим, там, чат, заказ обратного звонка, когда есть форма для оставления контактов. Все люди, они как бы очень по-разному взаимодействуют с ресурсами. Если мы посмотрим на базовую историю с наличием call-to-action на сайте, то вот в данном случае вот этот лендинг про чехлы для смартфонов, здесь вроде как бы есть какие-то офферы, качественный чехол с вашей фамилией, заявите о себе, гарантия, ну, более или менее. Но непонятно, что человеку нужно дальше сделать. То есть как его заказать, куда позвонить, куда написать, ну, абсолютно, да. И такой сайт дает процент конверсии 5,7%. Как только сайт вот таким образом дорабатывается, и на нем появляется кнопка call-to-action, получи бесплатный дизайн-макет, сразу человек уже как бы может по этой кнопке нажать и оставить заявку для того, чтобы ему сделали его макет, именно его чехла. Здесь конверсия вырастает до 9,3%. Да, то есть понимаете разницу? Одна лишь кнопка может настолько кардинально изменить ваше дальнейшее взаимодействие с аудиторией. И в итоге мы можем вести людей на абсолютно неупакованный, неподготовленный сайт, где человек не понимает, что ему нужно делать. Вы-то собственники, вы-то, конечно, знаете, что у вас можно заказать, вы номер телефона свой наизусть знаете, а человек этого не знает абсолютно. И ему нужно сделать все максимально просто, желательно на первом экране, так, чтобы это было максимально наглядно. Что касается мобильной верстки, это вообще отдельная тема. Так как мы в основном работаем в диджитал, много работаем с соцсетями, да, мы с вами в том числе, и мы ведем трафик, и достаточно большой объем трафика из социальных сетей, то самое важное, что вы должны продумать, это мобильную верстку вашего сайта, то есть чтобы он был адаптивен под работу на мобильных устройствах. Иначе он будет открываться непонятным абсолютно образом, человеку будет абсолютно не юзерфрендли им пользоваться, и у вас конверсия будет просто стремиться ко дну. Просто это сразу запомните. Мобильная версия – это номер один для тех, кто привлекает трафик из онлайна, потому что сейчас из соцсетей 80% трафика идет с мобильных устройств, и в принципе там Рунета условно больше половины трафика идет, ну, из диджитал, да, скажем так, больше половины трафика идет из мобильных устройств. Люди пользуются телефонами, планшетами, это все мобильная история. Что еще важно? Если мы говорим про социальные сети, поймите, что у вас обязательно должны быть кнопки для связи с вами. То есть вы, во-первых, используете внутренний инструмент самих социальных сетей, мы сейчас тоже посмотрим, да, есть не только в Инстаграме, кнопки подписаться, написать, то есть вам могут написать, допустим, там письмо или смс-ку, контакты, чтобы люди могли позвонить вам, и, конечно же, указывать адрес, если вы физическая точка. Это базовые, скажем так, моменты. Также у вас есть ссылка, и обязательно мы используем раздел веб-сайт, куда вставляем ссылку либо на наш сайт, но только в том случае, если сайт конверсионный, если на нем есть формы сбора захвата, если на нем есть чаты и прочее. Если же этого нет, то лучше людей вести сразу либо на WhatsApp, либо на топлинк, так, чтобы у них с вами был прямой контакт, и вы сразу могли их из онлайна зацеплять уже в какое-то более тесное касание. В данном случае используется ссылка на топлинк. Топлинк – это сервис мультиссылок, с помощью которого мы можем также создать каталог, мы можем создать форму сбора заявок. И здесь у нас сразу внутри топлинка, когда мы заходим, мы видим вот такую штуку – «Оставить заявку на бесплатный просчет». Здесь человек оставляет нам имя и телефон, и далее мы имеем возможность с ними связаться. При этом мы также можем настроить автоматизацию получения уведомлений, либо с нашей CRM-системой, у топлинки есть интеграция с CRM-системами, либо базово хотя бы в Telegram-уведомления о том, что вам приходит сообщение. Так, не согласен, не согласна с такой конверсией в данном сегменте. Выбрали очень большой средний чек. Нет, поверьте, 100 тысяч рублей в мебели – это не премиальный сегмент. 100 тысяч рублей в мебели – это средний чек, это средний сегмент. Премиальный сегмент – это 600-800 тысяч рублей. Поэтому здесь, скажем так, я показываю на конкретном проекте, с которым мы работаем, и беру конкретно эти цифры. Можно быть с этим согласным, можно быть не согласным. Что именно для какого региона? Уточните, пожалуйста, что именно для какого-то региона конкретно? Средний чек. Конкретно этот проект работает в основном в Москве, но есть еще магазины в России. В мебели… Нет, в мебели не маржа со сделки. В мебели маржа 45% конкретно в этом проекте. Там было написано. Друзья, предлагаю не останавливаться конкретно на конкретных цифрах. Это же принцип. То есть в этот принцип вы подставляете свои данные. Если вы тратите на рекламу 10 тысяч рублей, и средний чек у вас там 5 тысяч рублей, а маржа со сделки 2, то именно эти данные вы и подставляете. У вас просто вилка того, что вы можете потратить на клиента, немножко другая. Но принцип абсолютно тот же. Ну, безусловно, конечно, абсолютно верно. Михаил полностью согласен. И кто говорит в других регионах другие цифры, конечно, в каждом регионе и в каждом бизнесе свои цифры. Точно так же есть цифры, допустим, там, где средний чек, допустим, 10 миллионов, и там другие конверсии, и там другие показатели. А где-то средний чек 1000 рублей. Поэтому тут зависит не столько от региона, сколько в целом от сферы бизнеса. Ваша сейчас задача не утыкаться в цифры маржи и, скажем так, того, что у вас другие цифры. Я, естественно, не могу угадать, какие у кого из вас цифры. Ваша задача сейчас понять и осознать самое главное, что вы должны следить за показателями воронки. А по моему опыту большинство даже не задумывается о том, какие у них параметры конверсии. Плюс вы должны понимать, что в социальных сетях, в диджитал, ваша чуть ли не основная задача – это работать на то, чтобы собирать банки, сразу из всех возможных источников, из соцсетей, сайта, собирать контакты. Потому что продать людям просто в директе, допустим, намного сложнее. Вы в директе, к примеру, можете человека зацепить и задать им несколько вопросов, а потом сказать «Да, вообще супер, я вас понял, у нас есть для вас решение, давайте, пожалуйста, оставьте свой контакт, я быстро там с вами созвонюсь и все подробно расскажу». То есть вот эта история, а не когда вы пытаетесь, большинство в соцсетях вам пишут, там, сколько стоит, вы просто в директ отвечаете 50 тысяч, и все, и как бы вы свое дело сделали, как бы все окей, молодцы. Нет, в этом-то и суть, что важно вывести человека на воронку вашу, и чтобы сделать так, чтобы он играл по вашим правилам, а не вы по его. Вот это и все. Дальше, что касается кнопок связи, во всех социальных сетях есть свои кнопки связи, если мы говорим про Facebook, то у нас есть здесь отдельная кнопка попадания в магазин, либо ее можно также настроить, также можно подключить тест, вы можете выбирать сообщение в мессенджер, вы можете выбирать переход, допустим, на сайт, вы можете выбрать кнопку «Позвонить», то есть тестировать разные варианты и смотреть, какая, собственно, скажем так, кнопка будет лучше работать и будет лучше давать результаты. То же самое есть и ВКонтакте, да, кнопка «Забронировать» для быстрого, для быстрой брони, подачи заявки и прочее. Ссылки на мессенджеры. Это еще одна удобная штука. Вот если реально у вас нет сайта, у вас, вы не знаете там, как этот оформить топлинк, потому что его там нужно купить, настроить и прочее. Самое простое, что вы можете сделать абсолютно бесплатно, абсолютно быстро, это добавить ссылку на свой мессенджер и хотя бы оттуда вести запись, да, то есть у вас есть четкая call to action, запись по ссылке, стрелочка, и вы дальше указываете ссылку на WhatsApp, да, это может быть формат через вот API WhatsApp.com, либо это может быть va.me слэш и ваш номер телефона. Как это настроить? Это абсолютно просто. На сайте мессенджера можно это посмотреть. Вы просто делаете эту ссылку на переход в вашу переписку, переписку с вами автоматически, и таким образом уже получаете контакты пользователей. Это важно. Что касается еще одного инструмента для бизнеса в социальных сетях, это магазин. Сейчас соцсети дают возможность продавать непосредственно товары внутри магазина. Есть возможность оплачивать эти товары условно через прям социальные сети, да. То есть в данном случае можем посмотреть, например, читай города. У них прям в Инстаграме есть отдельная кнопка «Открыть магазин». Когда пользователь переходит по этой кнопке, то он попадает на такой вот каталог, где мы видим все разные варианты товаров, которые пользователь может приобрести. Тот товар, который его интересует, он попадает на него. И далее, если он хочет его купить, он может перейти непосредственно на URL-адрес данного товара непосредственно уже в интернет-магазин. То есть, по сути, магазин внутри соцсети является определенного рода такой как бы прослойкой для комфортного, скажем так, изучения товарной матрицы, товарного ассортимента. Потому что он очень простой, базовый, примитивный. То, чего не хватает большинству сайтов и интернет-магазинов. Очень многие усложняют, скажем так, путь клиента. И за счет этого человек просто теряется внутри каталогов, внутри каких-то веток и просто, соответственно, выпадает, скажем так, из вашей воронки. То же самое есть внутри ВКонтакте, причем там есть даже своя еще собственная система оплаты ВКП. Есть каталог, где мы можем посмотреть конкретные товары, мы видим сразу же стоимость. И внутри ВКонтакта мы можем же оформить саму заявку и оплатить товар. Что касается удобства, удобства обработки пользователей, с которыми вы общаетесь и взаимодействуете. Facebook сейчас вел отличную штуку. Это настройка автоответов. Это не автоприветствия, которые были раньше, когда можно было что-то присылать новым подписчикам. Это автоответы на сообщения. Они доступны как в Facebook, так и в Instagram. И вы можете настроить воронку ответов на свой собственный условно продукт, зная, скажем так, классические вопросы. Либо базово просто на отправленный какой-то запрос человеку высылать ему сразу автоответ, к примеру, либо мы не можем сейчас ответить, оставить свой контакт, мы с вами созвонимся. Либо в этот автоответ зашить какую-то ссылку на посадочную страницу, где человек может оставить заявку круглосуточно условно, чтобы его не терять, потому что человек может вам в 12 ночи написать, а у вас менеджер выходит в 10 утра, а потом пока он там пришел в себя, там в 11 он ему позвонил, а человеку уже не нужно, он уже решил свой вопрос. И это очень важно. Описание товара сделано в Instagram или это отдельная страница сайта, открываемая через Instagram. Описание товара сделано через Facebook. Это называется Facebook Shops. Это инструмент магазина в Facebook. то есть это осуществляется в рамках страницы, связанной с Instagram. Так, дальше вопросы вижу, чуть позже ответим. Еще один инструмент, который позволяет нам цеплять пользователей, да, это чаты на сайтах, которые позволяют нам сразу получить контакт, и оттуда же мы настраиваем интеграцию напрямую в CRM, куда нам приходят уведомления, и все очень просто. Человек попадает на сайт, он не хочет оставлять какую-то сложную заявку, он просто в чате пишет перезвоните или что-то я от вас хочу. И вы уже видите его контактный номер и с ним связываетесь. Та же самая история с обратным звонком. Обязательно. Это вот к тому, что я говорила вначале. У вас должны быть альтернативные способы. И на одном сайте не бойтесь использовать и чат, и обратный звонок, и квиз, и там лид-форму. Не бойтесь, потому что очень часто вы думаете, что человеку вы навязываетесь, а часто на самом деле происходит так, что человек просто не находит, где ему оставить заявку и куда ему позвонить, потому что оно спрятано и очень неочевидно. Что касается обратного звонка, то тоже удобная штука. Человек сразу сбивает свой контакт, есть интеграция также с CRM, в CRM попадает этот контакт, с ним сразу связывается менеджер. Что касается в целом воронки по рекламе, что вы должны понимать. Мы сейчас поговорим именно про точки контактов в рекламе. Если мы говорим про сам факт рекламы, поймите, что от того, как человек увидел объявление и купил, проходит достаточно большой цикл. Если описывать это вот таким образом, то есть человек видит рекламу, если мы говорим про соцсети, он попадает, к примеру, к вам в профиль, как один из вариантов попадания на посадочную страницу. Это, скажем так, более долгий цикл, когда мы утепляем клиента, потому что есть такой короткий цикл, когда мы можем просто получить заявку. Мы об этом тоже поговорим. Здесь мы говорим про длинный цикл, когда мы ведем людей через нашу страницу непосредственно. Человек попадает в аккаунт, он смотрит на нашу упаковку, на то, как у нас оформлена шапка профиля, есть ли у нас контакты, понятно ли, чем мы занимаемся. Если окей, он на нас подписывается. Дальше мы с ним контактируем контентом. Мы не говорим ему сразу купи, 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 купи. Мы работаем с ним полезным контентом, формируем у него лояльность к нам, доверие как бы к тому, что мы реальные эксперты в этой теме, в этой сфере. Дальше у нас идет этап того, что мы работаем с нашими подписчиками, делаем по ним ретаргетинг, настраиваем лук и лайк, ну, условно, мы как бы обрабатываем, утепляем дополнительно эту базу, то есть людей, которые посещали наш профиль и которые являются нашей аудиторией. Дальше у нас идет контент, который мы То есть мы приглашаем на прямые эфиры, где мы продаем, мы приглашаем на вебинары, мы делаем там какие-то сторисы и прочее. И вот после этого только клиент уже может быть готов купить. То есть есть вот такой растянутый достаточно длинный цикл сделки. Что касается цели рекламы, какие у нас могут быть ключевые цели. Цель охват, когда мы в основном просто догоняем уже людей, которые с нами взаимодействовали, настраивая ретаргетинг. Есть цель подписчики, то есть когда мы растим сообщество, идем вот по воронке, которую мы рассмотрели. А есть цель, которая просто позволяет нам условно, не имея аккаунта в Инстаграме или в другой соцсети, получать просто трафик, вести трафик на сайт, либо получать заявки или какие-то регистрации. Если мы будем говорить про то, куда вести трафик, профиль в Инстаграм, запоминаем, это история про более длительный цикл, то есть мы сначала туда заводим людей, обрабатываем, обрабатываем, потом они покупают. Сразу они не покупают. Дальше мы можем вести людей на лендинг, на квиз, на лидформу для того, чтобы сразу получить его контакт и попытаться ему продать уже с помощью менеджера, то есть вывести его на конкретный контакт. Что касается посадочных страниц, это может быть какой-то условный лендинг для регистрации на мероприятие, на вебинар еще куда-то. Первое, что у нас должно быть, четкий заголовок, четкий оффер и четкий, скажем так, call to action условно к регистрации, чтобы у нас сразу была форма сбора контактов. Естественно, все эти контакты, они попадают автоматически в CRM, которая привязана к этому лендингу, и мы дальше уже людей этих обрабатываем там e-mail'ами и догоняем, догоняем, догоняем. Второй вариант это квиз. Квиз это вообще отличная история, особенно в сферах, где вам нужно квалифицировать клиента, то есть вам, во-первых, вовлекаете человека, он более теплый, чем он просто оставил заявку, он уже ответил на какие-то вопросы, да, мы в основном работаем с марквизом, сервисом. У него также есть интеграция удобная с CRM-системой, и по факту после того, как человек заполнил квиз, да, вот он нам отвечает на ряд вопросов, потом он заполняет форму, оставляет номер телефона, нажимает отправить заявку на просчет, и далее у нас в CRM-системе отображается вот заявка из марквиз, время там и все дела. Мы проваливаемся внутрь заявки, и мы видим конкретно полностью расшифровку того, что оставил нам человек, да, мы видим непосредственно кто он, как его зовут, у него сфера бизнеса, какая у него выручка. Еще один инструмент контакта и, скажем так, получения данных пользователя, это лидформа, это инструмент самих соцсетей, то есть внутри соцсети пользователь видит рекламу, нажимает на кнопку подробней, перед ним открывается форма, где он может оставить свои данные. Вы самостоятельно внутри Фейсбука настраиваете эту лидформу, вы можете попросить у него телефон или емейл, или и телефон, и емейл, в зависимости, опять-таки, от того, какие контакты вам нужны. Сразу скажу, если вам не нужен емейл, не просите его, если вам нужен только телефон для обзвона менеджера. То есть, если вы ведете на вебинар, то вам нужен емейл, потому что вы туда будете ссылку присылать. Если вы ведете на какие-то услуги, на какую-то прямую продажу, просите вообще просто телефон. Этого будет более чем достаточно. Также это могут быть просто базовые лендинги, одностраничники, которые имеют просто конкретный оффер и форму сбора заявки. Все, то есть форму сбора контактов. Больше ничего. Это тоже, как один из вариантов, мы его используем обычно при работе в B2B-сегменте, например, с дизайнерами в мебельных проектах. Это могут быть разные, такие, скажем так, сложные B2B-истории, там, где нам нужны люди, конкретно профессионалы из отрасли. Мы делаем лендинг, где конкретно для них даем какой-то оффер, закрываем их боли и просим их контактов. И, конечно же, еще один не менее важный инструмент, который позволяет нам, в принципе, не терять большую часть трафика, это пиксели из соцсетей. Пиксели — это кусочки кода соцсетей. У ВКонтакте есть свой пиксель, у Фейсбука есть свой пиксель. Важно установить перед тем, как вы будете настраивать рекламу, установить пиксель на ту посадочную страницу, куда вы будете вести людей. Дальше этот пиксель сможет собирать посетителей вашего сайта для настройки ретаргетинга, для того, чтобы догонять эту аудиторию. Наверняка вы сталкивались с тем, что вы где-нибудь посмотрели что-то на каком-то сайте и потом вас догоняют. Так вот это и есть ретаргетинг. Также пиксель помогает нам отслеживать конверсии, настраивать похожие аудитории. А если пикселя нет, что получается? Человек просто заходит к нам, ничего не находит и уходит. Мы заплатили за трафик, но ничего не получили от этого. Так мы хотя бы собираем его в отдельную аудиторию посетителей сайта. То есть условно человек зайдет в магазин и его могут спросить там, здравствуйте, а что вам интересно? Вот заполните анкету и как бы хотя бы как-то его зацепить. А может просто человек зашел в магазин, посмотрел по сторонам и вышел. И все, и мы ничего абсолютно от него не получили. Ну и собственно, если говорить, подытоживая всю эту историю, первое, с чего вам важно начать вообще какой-либо онлайн проект и построение, скажем так, онлайн системы, это простроить четко свою воронку продаж. То есть вы должны понимать этапы касания с клиентом, циклы сделки, ну в принципе все основные этапы и считать конверсии на каждом этапе для того, чтобы вы могли понимать, где у вас идет просадка, где у вас проблема с трафиком началась, где у вас проблемы с менеджерами и это контролировать. Потому что я изначально вам показала, что изменение конверсии буквально на 1% ведет к кардинально другим результатам. Дальше важно помнить, что ключевая цель любой рекламы и любого контакта с пользователями в digital, в онлайне, это получение контактов для того, чтобы дальше с ними работать. Просто показывать рекламу, смотрите, у нас вот тут что-то есть, а понравится, заходите, не понравится, идите мимо, не работает. Объясняю, почему. Это вот частый барьер. Рекламодатели думают, что слишком вот мы навязываемся, да, там люди не захотят оставлять, ой, вот им лучше не звонить. Либо это сделайте вы, либо это сделают ваши конкуренты. Помните всегда об этом, потому что всегда у конкурентов найдется тот конкурент, у которого будет хороший маркетолог, и который будет по максимуму использовать абсолютно все инструменты. Что касается контактов, да, то обязательно используем разные форматы, тестируем и литформы, и квизы, и обратный звонок, и чат, потому что люди разные по психотипу, и кому-то проще позвонить, кому-то проще в чат написать, кому-то удобнее заказать обратный звонок, он так чувствует себя более комфортно, и это важно учитывать. Ну и, конечно, все контакты, которые мы получаем из онлайн, обязательно интегрируем в CRM, потому что, как только у вас появится больше десяти контактов, которые будут к вам там условно приходить постоянно-постоянно, вы начнете путаться, вы не будете помнить, кто этот человек, у вас не будет никакой конкретики, не будет никакой информации о том, что за проект, какая у него там задача и прочее-прочее. Естественно, к CRM-системе мы еще подключаем там телефонии и прочие-прочие вещи, но это уже как бы следующие этапы. Базово вам нужно в принципе все это собирать в одном месте и иметь возможность отслеживать действия всех этих пользователей, скажем так, по воронке, на каком этапе каждый из них находится. Обработан, не обработан, в работе, выставляем договор, согласование договора, оплата счета и прочее. Собственно, друзья, на этом у меня все. Я сейчас вижу вопросы, я не знаю, Михаил, если у меня есть время, я могу на них ответить. И, наверное, еще быстро комментарий дать, все равно в неоне. Это так интересно, я прям не знаю, в чем фишка, но это смотрит интересно. Я попробовал выйти из сумрака, но, видимо, у меня не получилось. Попробуйте, Юль, включить камеру. У нас есть с вами две минутки для того, чтобы поотвечать на вопросы. Я вижу много вопросов про настройку аккаунтов Инстаграма, где про это посмотреть. Понятно, мы не ответим сейчас, как детально это делать по шагам, но куда пойти посмотреть? Бесполезно, да, зеленый экран у меня и все. Да, инвертируем камеру. Я сейчас даже немножко тени вижу, но исключительно в формате у вас ночь и мы смотрим темное время. не будем на это тратить время, я голосом могу ответить. Я сейчас быстро пробегусь по аккаунту, по вопросам. Так, почему-то он мне не дает мне листать вопросы. аккаунт. Так, почему ты мне не хочешь давать листать вопросы. Так, так, а почему у меня не листаются вопросы, не знаете, Михаил, нет? Нет ответа на этот вопрос? Здесь сложно сказать, пока не понимаю. Как? Я могу почитать немножко вопросы про автоответы в Инстаграме. Да, давайте попробуем, давайте. Автоответы в Инстаграме, где посмотреть настройку? В Фейсбуке, вы заходите в Фейсбуке на свою страницу, которая связана с Инстаграмом, и там у вас есть раздел сообщения, и в разделе сообщения есть вся эта настройка. Вот. Инстаграм управляете через Фейсбук. Если мы говорим про рекламу, то, конечно, да, однозначно все настраивается через Фейсбук с плейсментом в Инстаграме. Может быть, есть какой-то волшебный курс на ресурсе, когда можно посмотреть, как запускать рекламу в Инстаграме и его логично пройти, если пока нет понимания, где смотреть и что настраивать? Ну, курсов, на самом деле, много, то есть это курсы по таргету, здесь просто нужно понимать как бы степень вашей углубленности, то, что, как бы, насколько глубоко вы хотите это изучать, но в идеале все-таки я обычно рекомендую это делегировать, хотя бы на фриланс, но просто это, скажем так, достаточно технически сложная история. Вот если сториз там записать или пост выложить, это не так сложно, это можно освоить, но таргет, он требует все-таки большего погружения и понимания для того, чтобы не тратить кучу лишних денег, и мой подход такой, что собственник должен заниматься несколько другими делами, или маркетолог, он должен заниматься другими делами, а такие вещи технические, может делать конкретно специалист, который узко под это заточен. Ну и вот последний вопрос, который тут есть, поддерживаем ли мы английский, прямо в вебинаре сейчас на английский переключаться не будем, если есть какой-то вопрос, который вы готовы задать по-английски и услышать на него русский ответ на русском языке, так можно сделать вопрос, мы нормально возьмем. А можно ли адресовать Юлии вопросы на английском, Юля, как вам? Да в целом, ну я на русском точно отвечу быстро, ну понять я точно пойму вопрос, могу просто, если это касается каких-то там сложных терминов, не всегда могу прям супер быстро ответить. Ну тогда смотрите, вот как координаты Юлии, значит если остались вопросы на русском, английском или каком-то другом языке переводчики нам в помощь, можно будет задать, я так смело анонсирую, Юль, можно ведь, правда? Да, конечно, я же специально здесь контакты оставляю, естественно. Ну отлично, вот друзья говорят, что понимают русский, а спрашивать будут на английском. Мы в таком варианте можем продолжить, все окей. Так, Юля, большое вам спасибо. Да, вам спасибо. Если, друзья, у вас остались вопросы к Юлии, да, пожалуйста, вот контакты, мы разошлем презентации, можно будет потом к ним вернуться или прямо сейчас сфотографировать, записать или что-то сделать. Мы переходим ко второй части, и во второй части, как мы говорили, мы сейчас будем переключаться на сторону техники. Не будем говорить совсем в технических терминах, где находятся конкретные галочки и как их правильно нажимать, мы будем говорить в большей степени про сценарии. Мы сейчас покажем несколько сценариев поведения пользователей, как мы отрабатываем их с точки зрения и логики, и техники, как мы в CRM систему загружаем их, и что мы потом делаем. Представляя сейчас второго спикера нашего сегодняшнего вебинара, это Ольга Жукова. Ольга – директор по развитию группы компании «КитМедиа». Ольга тоже очень активно делится своей большущей экспертизой. Так, вот. Я уже испугался. Ольга, добрый день еще раз, что у вас тоже черный экран, но все нормально, все появилось. Да, видно и слышно. Друзья, в чат, пожалуйста, дайте нам обратные связи немножечко. Также хорошо видно и слышно вам, Ольгу, как и мне. Раз, два, три, четыре, пять. Всем добрый, добрый день. Да. Хорошо, да. Я думаю, что схема та же. Есть чатик для вопросов, мы туда будем подглядывать. Если прямо сразу можем взять вопрос «Отлично», если нет, то отложим его на конец самого выступления. Угу. Так, хорошо. Итак, всем добрый день. Сейчас я найду, где я буду листать презентацию. В самом низу есть стрелочки вправо-влево. Хорошо. Ага, все хорошо. Так, слышно меня, видно прекрасно. Друзья, значит, сейчас мы познакомимся. Меня зовут Ольга Жукова, да, как мне представили. Я хочу сразу с бонусов начать. Вот. У нас разработчики Call Helper, это конструктор скриптов продаж, сценарий продаж, да. Я готова их выдать вам доступ на шесть месяцев. и если у вас будут после моего выступления какие-то вопросы по Bittrex 24, как что настраивать, я тоже готова буду этим, скажем так, уделить вам время, да, 30 минут со мной лично. Ну, а как получить бонусы, чуть-чуть попозже в конце скажу. О чем мы сегодня поговорим, да, то есть мы поговорим о том, какие тренды заставляют нас меняться. Коротко про пять признаков, что у вас есть пробелы с представленностью в онлайн. И самая главная, большая часть, это что можно и нужно автоматизировать в работе с клиентами, а что нельзя. И я как раз буду говорить, я вообще полностью согласна с Юлией, потому что очень много мы пристально внимания уделяем конверсии, и то, о чем я сегодня буду говорить, это именно о том, как поднять конверсию на этапах продаж. Ну, к слову, о нашей конверсии. Вообще наша компания занимается тем, что мы организовываем бизнес-события в десяти городах России, организовывали их, пока не запретили, как вы понимаете, да, вот, но мы очень, ну, там, четыре года этим занимаемся, надеюсь, вернемся к этому. Плюс мы 12 лет занимаемся интернет-маркетингом, СММ, контекстной рекламой, внедряем Битрикс 24, мы вообще одни из первых, я фанат Битрикса, вот, потому что безумное количество возможностей есть для общения и для работы с клиентами, вот, и, там, четыре года обучаем продажам. Так вот, я полностью согласна с Юлей, потому что мы к конверсии относимся фанатично. Мы начали замерять ее, там, буквально, наверное, три-четыре года назад, безусловно, там, обращали внимание на это все, но фанатично не обращали. Но когда я посмотрела разницу между моими продажами, а я лично продаю и продажами своих менеджеров, то я увидела разницу в четыре раза. То есть, условно говоря, вот, Татьяна Гусева говорила, 500 зашли, 150 купили, бывает ли такая конверсия, это 30%. Вот. А, звук есть, да, я просто присматриваюсь. Это 30% конверсия. Наша конверсия, я могу сказать, такая, то есть, у нас была 23, а средний чек у нас в среднем 35 тысяч рублей сделки, у нас достаточно дорогие бизнес-события. Мы работаем с Максимом Батаревым, Александром Фридманом, и наш средний чек это порядка 35 тысяч рублей. Так вот, наша конверсия до того, как мы стали фанатично работать и с теми инструментами, которые я сегодня покажу, составляла 23%, вот, в среднем по отделу у нас 6 менеджеров. Через 9 месяцев, после того, как мы стали применять все эти технологии, у нас конверсия выросла до 47%, это в среднем. Мы обрабатываем лидов порядка 500-600 в месяц, потому что у нас события в разных городах, они происходят одновременно, то есть мы можем в 6 городах параллельно организовывать события, там, не знаю, в мае, да, в июне. Вот, мы вырастили, и расскажу, что мы сделали, один из элементов, да, что привело нас и приводит к тому, что мы стали очень плотно работать на тему утепления клиентов в работе с лидом, как только мы его получили, то есть мы не отпускаем и не отдаем менеджеру полностью на откуп эту работу. Тренды и реальность, то есть огромный информационный шум, понятно, что человек оставил заявку и забыл про нас, и если мы не связываемся, не пушим его, то он забывает про нас. Мы посчитали у себя 8-14 касаний минимум надо сделать с клиентом, чтобы он купил в течение двух месяцев примерно, да, мы должны использовать разные подходы и методы, а менеджер не справится с этим, то есть он не может одним голосом говорить, вторым голосом говорить и прочее. Невероятная клиентоцентричность это тренд, ну и устойчивая такая реальность. Клиент не просто, мы должны быть не просто клиентоориентированы, да, а поместить клиента в центр, то есть отвечать за 10 секунд, там созваниваться, где ему удобно, а не как удобно нам, да, то есть, а я до сих пор встречаю такое, то есть все это очень сильно усложняет нам жизнь, да, но, к сожалению, мы должны следовать этому. Невероятное ускорение жизни, вот, и, конечно, рост фод, то есть фод, это фонд отлаты труда, то есть не дешевеют наши люди, да, наши сотрудники, и наша задача автоматизировать все, что мы можем автоматизировать, я скажу, что мы получим, ну, можем, а что нет, ну, на мой взгляд. Сложности. Нам сложнее достучаться до клиента, особенно с помощью мессенджеров, да, как вы понимаете, вроде как они нам оставили свой телефон, да, а потом раз, один разочек поговорили и пропали. Я уверена, что напишите, пожалуйста, в чат, 100% у вас такая же, наверное, ситуация, да, либо ответили цену, да, Вадим, либо ответили цену, и он пропадает. Невозможность вручную обеспечить нужное количество контактов. Я не представляю, что это должен быть за менеджер, или какая должна быть цена сделки для того, чтобы у нас один менеджер обеспечил 8 контактов, или 14 за период. Неудобство общения с клиентом, то есть нам реально неудобно, да, то есть общаться и в WhatsApp, и в Instagram, и в Facebook. У меня есть клиенты, которые говорят, о, боже, то есть я буду общаться там, где мне удобно, да, я говорю, нет, так не получится. И, ну, реальный рост себестоимости, там, сделки, да, благодаря этим. Какие признаки, что у вас, да, есть рост, зона роста для онлайна? Первое, это общаться не там, где удобно клиенту, пропускайте сообщения клиентов, если вот вы, там, черт, да, у меня там, периодически бывает с телеграмом, так, если честно. Первое, между первым касанием с вашей компанией проходит больше 10 минут, раньше мы себе ставили там 30 минут, сейчас это максимум 10, причем касания, причем касания могут быть различные. Это и, естественно, письма, и телефонный звонок, и так далее. Четвертое, если вы не можете посмотреть всю историю взаимоотношений с клиентом, это прям беда, да, особенно если вы собираетесь там, либо у вас есть менеджер, либо масштабировать, и меньше семи касаний с клиентом, или они ручные. Как я уже сказала, это нереально, на мой взгляд. У нас на сегодняшний момент всего 4 менеджера, да, и мы обрабатываем вот достаточно большое количество лидов. Значит, перейдем к Битрикс, да, как я уже сказала, мы там достаточно давно работаем, мы вообще все завели в Битрикс24, чтобы любой комментарий у Фейсбука, любое сообщение в Директ, во Вконтакте, в Инстаграме, все должно попадать к нам в Битрикс. Если что-то не попадает в Битрикс, мы на этом канале стараемся не фокусироваться. Но у нас, естественно, все есть, да, и телехрания, и все сообщения. То есть написали нам даже, как бы любой комментарий не очень хороший, да, написали, но иногда бывает такое, когда спикер какой-то известный, да, у него есть как суперфанаты, так и супер, там, ну, хейтеры, как вы понимаете. Вот. Наша задача отвечать на эти комментарии. Таким образом, мы не пропустим. Для маркетолога и пиарщика они не пропустят то, на что надо ответить, а мы не пропустим, если там написано, сколько стоит, ребята, мы его все заведем в портал, и у нас останется с ним контакт. Значит, ну, допустим, так, могу ли я демонстрировать экран? Сейчас мы попробуем. Я вам коротко покажу, потом, если что, я могу показать, как у нас роботы настроены, скажем так, если недостаточно будет скриншотов. Так, начать пока с экрана. Должно быть все видно. Подскажите мне, пожалуйста, виден ли мой экран? Да. Да, все отлично. Ну, вот смотрите, как это выглядит, да. Мы, допустим, размещаем на нашем сайте некую информацию, и сделали здесь ссылку, да, допустим, и переходим на сайт, ну, с которого мы хотим получать заявки. У нас здесь есть возможность обязательно, ну, написать вообще любая возможность, которую мы используем. Сейчас загрузится, потому что у нас с демонстрацией экрана, видимо, не очень хорошо, да. Вот. Мы можем здесь написать сразу в Bittrex открытую линию, да, либо написать, опять же, закольцеваться и вернуться во Вконтакте и написать сообщение, да, ну, либо заказать. Очень популярно у нас заказывают обратный звонок. Если через демонстрацию, видимо, не очень хочет работать, так работает все хорошо. Я, допустим, оставляю свои контакты, да, и мы сразу, или клиент, естественно, оставляет свои контакты, и у нас сразу в Bittrex, это мой Bittrex, да, через, сейчас он загрузится, появится наш контакт, да, то есть с которым я могу уже общаться. Более того, мне, естественно, нравится, что здесь виден, ну, вот, это мой звонок, здесь видно, что, например, с этим клиентом мы уже контактировали, да, то есть это повторный какой-то лид, и менеджер смело может работать, начинать, либо, сейчас я покажу, как мы автоматизируем это дело, давайте я отключу экран, сейчас демонстрацию, вернусь к, ага, вернусь к презентации, либо начинают работать наши роботы, да, либо начинают работать наши роботы, сейчас я покажу, какие вообще, какое количество контактов делают роботы, и какое количество контактов делаем мы, но прежде чем мы, скажем так, начинаем настраивать роботов, мы пишем стратегию, да, наша стратегия состоит из пяти шагов, у нас на каждый проект есть своя стратегия работы следом, ну, например, то есть, сейчас пример точнее покажу, То есть мы пишем стратегию, что мы покажем, как мы будем это делать, какое количество у нас будет лидов, ой, какое количество писем у нас будет, смски, да, и прочее. После этого мы пишем контент. Здесь сразу скажу, система утепления не работает на просто, как это сказать, ну, просто с кондачка, да, за три часа ее не написать, часов шесть потребуется, но зато потом вы сможете с этим очень долго работать. Дальше мы по-разному дистрибутируем с помощью битрикса контент, да, то есть я тоже сейчас покажу это. Дальше мы используем цикл деминга, я думаю, вы знаете, я тоже покажу, когда ты планируешь, анализируешь, да, корректируешь и возвращаешься заново и автоматизируем с помощью битрикса. Итак, ну, первый шаг, то есть когда вы думаете, вот пришел лид, да, ну, хорошо, мы отправим ему смс, мы отправим ему какой-то, или позвонит ему менеджер, да, и дальше происходит следующее. Ну, что, вы подумайте, да, и клиент говорит, да, хорошо, я подумаю, перезвоните мне позже. Мы кладем трубку, и дальше что должен делать менеджер? Он должен названивать, да, клиенту для того, чтобы завершить. Мы это убрали, этот этап, и вместе с клиентом общается робот. Значит, но я, как маркетолог, должна предугадать, что я буду показывать, сколько я этих касаний сделаю, да, и что я хочу вообще клиенту предложить. Моя задача – убедить клиента, что мой семинар, например, да, или семинар спикера – стоящее предложение, полностью познакомить. Ну, вот, например, так, у меня не пролистываются? Нет. Вот, например, семинар. Мы продаем воронку мотивации, как привлечь, завлечь и адаптировать клиента. Мы на сайте делаем поп-ап. Я думаю, вы понимаете, да, что такое поп-ап. Это когда выскакивает окошко. Не знаю, скажите, пожалуйста, какого бесит поп-ап? И кто старается скорее закрыть сайт с поп-апом? Напишите, пожалуйста, в чат. Да, бесят, бесят, да. И вы знаете, ну, я вот честно могу сказать, что нас всех бесит, и мы очень долго не вводили поп-ап, потому что считали, что вообще это какая-то ерунда. Но как только мы его внесли, да, мы сразу получили… Да, Ирина, совершенно верно. Мы сразу получили прирост в конверсии в три раза на получение лидов. Мы… Вот для чего нужна стратегия. Мы заранее говорим о том, что мы выдадим вам подарок, если вы оставите нам контакты. И мы пишем сразу, какие конкретно подарки вы получите, что это будет тест, какое-то полезное видео. И мы бьем на болевые точки, потому что для большинства там HR-ов или собственников, которые привлекают кандидатов, да, очень важны вопросы, как повысить доходимость, как мотивировать интересного кандидата и так далее и тому подобное. Что происходит дальше? Ну, формат контента, да, мы стараемся, естественно, сделать его продающим. То есть это не просто письма, да, а наша задача, чтобы… И мы используем вообще все. И видео, нарезки маленькие, минутные, две минутные, и аудио, и картинки, какие-то чек-листы. В общем, мы используем максимум информации. Не буду останавливаться подробно на том, что… Ну, какой формат контента, да, можно сделать скриншот, либо потом получить презентацию. Вот. Фишка просто в том, что мы стараемся не просто написать письмо, да, а использовать все, что только можно. Тесты, квизы, да, абсолютно согласна с Юлей, что нужно так делать, потому что все люди разные. И мы потом на примере видим, что клиент получил, допустим, там, шесть писем от нас, да, с периодичностью, и отреагировал только на два, да. И мы в целом, менеджер уже может видеть, что интересно клиенту, и общаться на эту тему. Я потом покажу. Значит, ну, мы используем типичный, да, принцип АИДа, то есть внимание, интерес, желание и действие. То есть наши письма не могут быть, ну, их нужно постоянно переделывать, да, то есть когда кликают, не кликают, все это Битрикс позволяет сделать, я тоже покажу скриншоты. Ну, вот коротко, что мы написали. То есть у нас есть привлечение, это подарки, у нас есть ссылки на видео, да, то есть у нас все делается для того, чтобы человек, ну, какие-то градации делаем, да, все делается для того, чтобы человек увидел, а что, собственно говоря, мы. Поэтому, когда у вас, например, я видела, да, сферы, это работает и в парикмахерском деле, да, но в консалтинге это очевидно, что это работает. То есть это действительно хорошая штука, вот, и можно это найти и даже в товарах, да, в мебели. Мы сейчас разрабатываем систему утепления клиентов для деталей для грузовых машин, да, и я уверена, что мы все сделаем для того, чтобы повысить конверсию, вот, с помощью этого. Что у нас идет в третьем шаге из пяти, да, то есть как бы это разная дистрибуция. То есть мы обязательно оставляем e-mail, мы обязательно оставляем мессенджеры, ну, пишем в мессенджеры, мы используем, ну, безусловно, звонок, и, конечно, мы используем ремаркетинг. То есть у нас в Битриксе есть возможность запустить рекламу на конкретного клиента, если он идентифицирован, да, с помощью Facebook, вот, и наша задача быть везде в поле зрения у клиента. То есть мы заходим в роботы, я показываю скриншот нашего Битрикса, и настраиваем либо в Facebook, либо во Вконтакте, да, ремаркетинг. И мы показываем ровно ту рекламу, которую мы хотим, чтобы видел именно этот клиент. Четвертый шаг. Мы всегда, да, экспериментируем, потому что надо понимать, что маркетинг – это эксперимент, маркетинг – это всегда гипотезы, да, и сначала мы планируем, вроде как сделали, здорово, пять писем, прекрасно, потом мы их запустили, потом мы проверяем, а кликают, а не кликают, а какая открываемость, да, а есть ли конверсии, а есть ли продажи. После этого мы корректируем, постоянно переписываем, дописываем. Вот. Я вообще, естественно, рекомендую действовать именно таким способом. И через некоторое время, собственно говоря, почему, как мы увеличили эту конверсию с 23 до 47? Именно тем, что мы постоянно корректировали, меняли, ну, в разных сферах. Я потом, если надо, могу скинуть кейс, как мы делали в комментариях. Ну, и пятый шаг, конечно, это автоматизация. Значит, ну, давайте посмотрим. А, что не стоит автоматизировать, сразу скажу. Это первый звонок менеджера, я все-таки считаю, ну, особенно в наших услугах, да, что клиент должен понять, что за компанией стоит живой человек. И мы к первому звонку относимся очень серьезно. Дальше. Я не считаю, что на работу на этапах ценовые переговоры, счет отправлен, автоматизировать ничего не надо, если это только не сервис, да, какое-то там спасибо за оплату. И опрос клиентов. То есть, если, например, потом состоялась какая-то сделка, я не рекомендую роботизировать и автоматизировать это дело. Ну, правда, если, конечно, у вас огромное количество клиентов, там сотни тысяч, то да, наверное, вам не обойтись без этого, но тем не менее. Значит, итак, ну, вот, допустим, как мы настраиваем, да, мы переходим. Это наши этапы сделки. И тут был вопрос, кстати говоря, по-моему, Алексей, есть ли смысл разделять лиды, воронки лидов и воронки сделок. Я думаю, что, например, я бы разделяла. То есть, ну, у нас разделено, то есть у нас приходит лид, допустим, который говорит, хочу получить программу вашего семинара. Дальше этот лид либо перейдет в некачественный, не тогда, когда он не купит, а тогда, когда он, например, не выйдет на связь, или он скажет, я ничего не оставлял. Такое тоже бывает. Но если он переходит, как бы, в сделку, это уже другая конверсия, и это уже другая ответственность, и мы досчитаем воронки разные. То есть у нас есть воронка общая, воронка лидов, воронка сделок и воронка повторных продаж. То есть вот такие воронки, мы с ними управляем на каждом этапе. И вот вы видите вторым, внизу это этапы сделок, да, то есть верификация утепляет торг по пакету и так далее. И на каждом из этапов у нас есть свои роботы. Итак, ну вот смотрите, менеджер в нашем случае, мы посчитали, скорее всего, и вы увидите сейчас, он делает обычно у нас несколько звонков, ну, буквально 2-3, да, за период. Длительность сделки у нас на событиях, это порядка, ну, месяца, двух месяцев максимум. Робот отправляет все остальное. Я сейчас буду показывать. Он отправляет смс-ку, письмо-приветствие, он сам назначает звонки менеджеру, чтобы тот не забыл, либо он пушит руководителя «посмотри». Ну, сейчас я все расскажу. Значит, так, коллеги, если у кого-то еще такие проблемы, вы, пожалуйста, пишите, да, ну, у меня вроде все ок, и пишет, что нормальный стабильный интернет. Так вот, возвращаюсь для тех, у кого все хорошо слышно. Значит, все норм. Хорошо, нормально. Так вот, нам поступила заявка от клиента. Даже если она ночью поступила, неважно, мы настроили роботов, чтобы ему, клиенту, отправлялось смс-сообщение, что спасибо, вот мастер-класс, ссылки. Дальше. Исходящее письмо тут же отправляется, что посмотрите, пожалуйста, да, там, отзывы, ну, неважно, все, все что угодно. Это все отправляется одновременно в любой момент. Вообще, у меня однажды клиент сказал, Оля, я вами крайне недоволен. Я говорю, что случилось? Он говорит, я вас оставил заявку в 18 часов, вы мне позвонили только утром следующего дня. Ну, рабочий день-то закончился. Ну, это было два с половиной года назад. А я, говорит, оставил в другом, в московской школе. Так они мне в 23 часа перезвонили. Я говорю, ну, мы пока до этого еще идем, но если бы у нас, у нас коробка, вот я вижу, но если бы у нас были бы роботы, то он хотя бы мог бы нам в ответ что-то написать, да, и мы увидели бы в открытой линии. Так вот, робота там одновременно отправляет. Вы видите здесь соотношение. Пока я покажу, а потом еще больше покажу соотношение. То есть здесь отправляет робот, робот-менеджер не участвует, но он приходит утром на работу и звонит клиенту. Общается, все пишет. Обязательно в CRM должно быть все описано. После этого мы видим, какую переписку ведет менеджер. То есть я всегда в любой момент могу зайти посмотреть в любую сделку, в любой контакт и посмотреть, что происходит, нормально ли ведутся. И я вам хочу сказать, что нашу конверсию мы повесили еще в том числе, что с помощью Битрикса мы видим, как общаются менеджеры с клиентом. И, кстати говоря, именно эту систему, да, вот утепление, что должно быть много контактов, мы взяли после того, как увидели разницу, что хороший менеджер, ну, у него там хорошая конверсия 40%, он делает порядка 5-6 контактов, ну, лично, да, то есть без телефона. А плохой менеджер делает два всего лишь, грубо говоря, первый звонок, и через две недели второй звонок. Все, клиент остывает. Поэтому это очень важно. Вот. Дальше мы видим, как реагируют клиенты наши письма. То есть я вот здесь показываю на скриншоте, что Битрикс нам показывает, прочитано письмо, либо не прочитано, и переходит ли клиент по ссылке, или не переходит. И мы можем настроить триггер, да, для того, чтобы, например, если клиент прочитал письмо, мы поставим задачу, звони сейчас. То есть если клиент, менеджер у нас сидит на работе, ему уведомление приходит в Битриксе, позвони сейчас, клиент прочитал письмо. Да, то есть это достаточно удобно, потому что сразу можно клиента схватить горяченьким, да, в этом деле. Что делает робот, да, то есть и что мы должны делать. Скажем так, не что должен делать робот, а что мы должны делать. То есть мы должны продавать клиенту, да, в период. Допустим, он согласился, но он же может отменить, да, свой заказ. То есть он еще не оплатил. У нас тренинги-то, ну, сначала они оставляют заявку, потом начинается согласование счета, либо он говорит, сейчас я подумаю, или я плачу через 2-3 недели попозже. И если, ну, менеджер же не будет каждые, там, 2 дня ему звонить и говорить, ну, че, ну, как, да, то есть это как-то странно. А с помощью автоматизации, с помощью писем мы погружаем клиента в будущее. Так здорово, да. А вот посмотрите, какая у нас будет интересная информация, а вот какие отзывы, вот какие кампании уже идут. И с помощью этих писем ненавязчивых, да, в течение, там, ну, там, 3, каждые 3 дня мы в среднем, мы погружаем клиента в будущее. Мы оказываем сервис, потому что мы отправляем оргписьма, СМС не забудьте, да, то есть, да, Светлана, я прокомментирую это. Не забудьте, ну, то есть он напоминает. Менеджер просто спокойно смотрит за тем, как идут оповещения. И если клиент отвечает нам, то тогда в этом случае мы можем, естественно, с ним работать. Так вот, посчитаем контакты. Менеджер делает 5 контактов, да, я, то есть, могу на примере одной сделки, любой в среднем. И то это максимум в случае согласования счета до конца, да, а робот делает 15. И это 100% утепляет. Мы сделали эксперимент. Мы на одном из проектов убрали, у нас, как раз, проекты шли в разных, один тот же семинар был, но он шел в разных городах. И мы в одном убрали систему утепления, да, вот такую автоматизированную, а в другом оставили. И директор по продажам пришла ко мне и сказала, Оля, немедленно возвращайте, мы не можем дозвониться до клиента, да, мы не можем, у нас конверсия падает на этом проекте. Вот, поэтому я точно могу сказать, что это работает. Давайте я прокомментирую Светлану. Да. Я на маленькую минутку появлюсь прокомментировать. У нас очень много участников семинара не видели никогда интерфейсов Bittrex24. Я буквально для них пару комментариев оставлю, что вот сейчас скриншоты, которые мы до этого видели, там собираются все коммуникации. Мы подключили разные каналы, Ольга показывала в самом начале, что и почта, и телефония, и мессенджеры, все заведено в CRM. И когда мы открываем карточку клиента, у нас справа есть прям перечень всех контактов, которые мы с ним производили. Сколько мы ему раз позвонили, сколько отправили смс-сообщений, и мы это в любой момент можем посмотреть. Если мы используем телефонию, и нам приходит такой звонок, CRM-система узнает клиента и менеджеру показывает, кто это, вот там звонит вам Иван Иванович со своего мобильного телефона, и сколько коммуникаций с ним было до этого. Это все собрано в одном месте. Ну, вот смотрите, да, вы знаете, так я могу прям сразу показать, да, то есть у нас же есть, да, время, то есть я укладываюсь, я довольно быстро бегу. У нас совершенно спокойных 12 минут. Да, я успеваю. Вот смотрите, коллеги, вот я открыла, да, ну это мой тест, да, чтобы не показывать все контакты, очевидно. Вот смотрите, вот все, я открываю как руководитель, либо как менеджер, да, и вы видите всю историю. Февраль, февраль. У меня здесь есть записи звонков, я могу в любой момент их прослушать. То есть я могу, я вижу переписку, да, то есть какие у нас это тестовый аккаунт, то есть я вижу все от начала освоения мира, да, то есть как бы поэтому это безумно удобно, вот. А роботы настраиваются здесь, да, то есть как бы мы можем так же там в ледах, в сделках, в заказах, где угодно, либо создать свои бизнес-процессы, либо вот, видите, да, то есть это мои роботы, которые вот т-т-т-т-т, они так настроены. Поэтому, ну, вот так это выглядит. Если нужно будет, да, могу показать чуть-чуть попозже еще экраны, да, и настройки. Давайте вернемся, что еще мы можем сделать с помощью нашего битрикса, это поставить задачу, позвонить лиду, и более того, что мне очень нравится, не надо лазить по каким-то регламентам и стандартам, и как бы, ну, искать, а как же я должен поработать с лидом, да, потому что, ну, не секрет, что в отделе продаж есть и кучка, да, это нормально, вот. И, соответственно, чтобы руководитель постоянно не напоминал, не говорил об одном и том же, ему сразу ставится чик, позвони, вот полный регламент, а что сделать с лидом, да, то есть что он должен получить от нас, клиент, и прочее, прочее. Это автоматически ставится ответственным. Для сотрудника мы можем создать любую сущность, которая нам нужна. Мы можем сменить статус, сменить ответственного, если у вас за одно, там, этап отвечают одни менеджеры, да, за другой этап другие менеджеры, отправить смс, письмо, в общем, абсолютно все для сотрудника, чтобы он не забыл, что нужно сделать. Триггеры, вот то, о чем я говорила, мы можем настроить, и если клиент у нас прочитал письмо, да, битрикс нам это показывает, мы настраиваем триггер, он сразу автоматически переводит на другую стадию утепления клиента, да, то есть и ему начинают идти письма, потому что если лид не обработан, ему ничего, кроме первой смски и письма, не уходит, то есть мы не стараемся, да, там, вообще полностью автоматизировать. Дальше. Как настройки отправления? То есть вы можете сделать, там, задачу, письмо в любом формате, да, там, через пять минут, часов, дней, да, то есть как бы до, после, в общем, абсолютно любой, как бы, формат, вплоть до того, то, что если дата последней коммуникации, например, была неделю назад, может прийти уведомление руководителю, что посмотри, лид оставлен, да, или сначала менеджеру ставится задача, пожалуйста, обработай лид нормально, да. Это попадает в эффективность, и мы можем видеть, как менеджер работает с задачами. Создать робот очень просто, это безумно, я очень люблю создавать роботы, потому что там много всего, можно покопаться. Мы в наш робот можем подгрузить любую информацию из лида, сумму сделки, имя клиента, то есть абсолютно все, чтобы менеджер сразу видел, какие у него есть, ну, там, ну, либо пробелы, либо просто задания, да, не обязательно наши пробелы. Мы можем внести чек-лист, и мне очень нравится, что мы можем сделать, если мы создаем задачу нашему менеджеру. Мы можем включить либо там учет времени, либо, мне нравится вот эта галочка, внизу вы можете увидеть, принять работу после завершения задачи. То есть если, например, вы считаете, да, что эту задачу вы хотите лично проверять, вы ставите эту галочку, и потом просто в списке задач вы видите, что вам нужно принять, да, какие задачи. То есть если раньше мы записывали все на листочек, да, какие задачи, у меня директор по продажам ходила вот с такой огромной тетрадью, потому что она все записывала, какую сделку, да, там, ну, все-все-все, да, это было там в лохматые годы, но тем не менее. Вот, сейчас этого не нужно делать. У нее все задачи, которые она должна принять, да, у нее висят, ждут приемки, да, и как бы ничего дальше не нужно держать у себя в голове, ради бога. Вот, значит, со сделкой делается ровно то же самое, да, то есть мы абсолютно показываем, но у нас много контроля на сделках, потому что мы, ну, не можем терять, у нас стоимость сделки очень высокая, и стоимость клиента у нас очень высокая, в тысячах рублях она исчисляется, вот, поэтому, ну, ситуация такая. И мы настраиваем контроль. Контроль мы настраиваем руководителю, посмотри, сделку висит больше недели, да, то есть на каких-то этапах. Мы что можем сюда сделать? Например, есть какие-то дешевые сделки, ну, там, недорогие, да, с низким чеком. Мы не будем настраивать контроль руководителю. Мы настроим только, если эта сделка с чеком выше 35 тысяч рублей, да, и тогда только это уведомление придет руководителю, и он не с ума сойдет там в ворохе микроконтроля. Ну, вот оно условие, да, то есть мы можем заполнить, там, дату, там, деньги, дату контакта, все что угодно. Роботы помогают нам работать с проигранными сделками. То есть если мы поместили на стадию, сделка не заключена, робот все равно отправит письмо клиенту, вы не передумали, число билетов стремительно уменьшается. Вот, и поэтому мы как бы, ну, тоже менеджер, не задумываются на этот счет. Вот, и мы еще, правда, стали ставить задачу, чтобы менеджер прозвонил проигранную сделку, потому что мы понимаем, что мы можем выцепить из проигранных, причем прозванивать будет не этот менеджер, а другой, или руководитель, если сумма сделки высокая. Мы так пару сделок хороших выцепили из проигранных, потому что менеджер не смог дожать. Такое бывает. Ну, вот ставятся задачи сотрудникам автоматически. Например, у нас, когда сделка заключена, то у нас автоматом идет сделка, задача другому сотруднику, ивент-менеджеру, что внеси в список, да, и так далее. Вот, то есть тоже никто ничего не задумывается, все это делает робот. Сервисные письма. Ну, это очевидно, это самое простое. Мы получили оплату, как только сделка переходит в завершена, мы говорим о том, мы пишем письмо, смс-код пишем, что спасибо за оплату, да, теперь ждите мероприятие. Но мы еще и, ну, вот это смс-код, но мы еще и шлем письма такие доутепляющие, да, что как здорово все будет, подготовьтесь к семинару, ну, в общем, погружаем в будущее. И мы, конечно, оказываем подсервис. То есть как только прошло мероприятие, да, робот у нас настраивается, через два дня он отправляет письмо с допродажей. То есть помните, что у вас есть скидка, да, на какой-то следующий семинар, пожалуйста, если вам интересно. То есть менеджеру не надо и руководителю контролировать, а позвонил он, а напомнил ли он и так далее и там подобное. Этого нет. Единственное, что мы не автоматизировали, менеджер обязан позвонить клиенту и спросить, ну, как вам семинар, потому что это живое общение, да, и когда мы такие звонки стали делать по анкете по специальной, то, конечно, у нас клиенты, ну, по-другому реагируют на нас и утепляются. Хорошо. И у нас есть еще одна интересная задача, это задача «Заряд». Значит, в живую ленту, когда у нас, знаете, есть в отделе продаж прикольная такая, но у нас тоже есть колокольчик, звенит, но сейчас на удаленке никто не звенит. Мы сделали автоматику, когда сделка заключена, у нас появляется такое веселое сообщение «Дзынь, с успехом закрыта сделка», конкретное название, как вы видите, мы подставляем «У человека», то есть мы хвалим человека публично, вот. Вот мы хвалим маркетинг, потому что у нас здесь есть, видите, UTM Source, то есть это метка, откуда пришла заявка, потому что если она пришла там по рекламе из ВКонтакте, из Инстаграма, то мы сразу напишем это, и мы пишем за сделки по лидам, спасибо, отдел маркетинга, да, и все-таки радуются, и это очень крутая идея. И здесь мы еще поставили цитату, да, то есть мы периодически ее меняем раз в 10 дней, когда времена меняются, самая большая опасность – это не сами изменения, а если вы продолжаете играть по старым правилам. Вот, вот, собственно говоря, вот такие вот интересные у нас… Да, все. Подождите, я вижу, что у меня 56 из 93 слайдов, а это дальше не моя. Друзья, я закончила, сейчас я готова ответить на вопросы. Как получить бонусы? Пока я буду отвечать на вопросы. Вообще, на самом деле, все очень просто, да, если вы хотите. Нужно выложить отзыв у себя на странице, на этот вебинар, пока я буду там отвечать на вопросы, только сфотографируйте меня симпатично, вот, и упомяните меня, это очень важно, иначе я вас не увижу, у вас профиль должен быть открыт, да, упомянуть Жукова Ольга Про, вот, и я вам в личку отправлю бонусы, как их получить, это если вам интересно. Итак, Игорь, спасибо большое, давайте теперь мы перейдем к вопросам. Так, можно поподглядывать на вопросы. Последних, да. Кто ставит фильтры, настраивает роботов задачи? Александр, будем, спасибо, Сергей, будем откровенны, настраивает все, кому не лень. Но вообще, это задача отдела маркетинга, конечно, у них есть технический специалист, помощник, да, который вручную это настраивает. Но если мне хочется настроить какого-то робота, я иду и сама настраиваю, потому что это элементарно, то есть у нас любой человек в компании умеет вообще-то настраивать роботов, да, это правда просто. Битриксу большое спасибо. То есть настройка роботов – это такой пользовательский интерфейс, мы сейчас вживую не показывали, но это несколько условий. Если у тебя пришла заявка, то сделай столько-то. Если на заявку нет реакции два часа, то там напиши сообщение или передай ее другому менеджеру. То есть это вот можно в ручном режиме. Да, коллеги, я просто, если… да-да-да-да-да, вот так вот, время же есть. Вот смотрите, да, я показываю экран. Вот я зашла, я пишу настроить робота, да, я пишу добавляю, и все, я пошла. Например, что я хочу сделать? Запланировать встречу, запланировать звонок, я открываю. Когда я хочу поставить робота? Сразу, либо через пять минут, ну, иногда логично, конечно, через два дня, да, поставить. Я могу поставить условие, например, если название Лида, это, кстати, важно, да, совпадает или содержит там имя Рызов, условно, да, то ему отправляется это письмо. То есть это реально очень просто, вообще безумно просто. Вот. Вот. Пожалуйста, пришлите свою схему настройки роботов и триггеров. Игорь, не совсем поняла, потому что я… у меня там есть файл, да, ну, пока не знаю, в каком виде готова прислать. Ольга, спасибо. Если не знакома с программой, но понимаю, о чем речь, где можно пройти обучение или курс по настройке. Вы регистрируетесь в Битриксе, да, и как бы, ну, на дарифе, которым есть робот, и там у Битрикса есть прекрасные, да, курсы, вот, ну, либо так все интуитивно понятно, да, то есть… а все остальное – это курсы копирайтинга, ну, и маркетинга, да, потому что, ну, конечно, надо знать, что вы пишете, ну, писать… То, что касается самой системы, у нас есть хелп, он открытый, бесплатный, независимо от тарифа, даже если вы на бесплатном тарифе сейчас, там, доступа к роботам у вас нет, но посмотреть, как это работает, потренироваться, совершенно спокойно можно. В сервисе, в правом верхнем углу есть такой знак вопроса, вы задаете текст, и система подсказывает вам, что почитать, какие статьи, короткие видео там есть. Да, крутое обучение, поэтому Ольга туда. Светлана Зубкова, отвечаю вам, не только погружаем, но и раздражаем. Вы знаете, я могу сказать так, что это продажа, и система утепления – это продажа. Я видела много продавцов, да, у меня с 2004 года я собственник, вот, и я могу сказать, что самые лучшие менеджеры – это те, которые слегка раздражают. Поэтому если наша система вызывает реакцию, да, вызывает какую-то эмоцию, значит, это хорошо. Вот, конечно, не должно быть перебора. Каждый день письма, да, они могут быть только тогда, когда ты человеку, ну, объяснил. Конечно, мы иногда меняем частоту. Это все логично, это эксперимент, но если мы чуть-чуть раздражаем, это неплохо. А какой телефонии используете, чтобы звонок сразу в цепочку? Телефонии в Битриксе очень много, мы используем... Я все время это... вот с имплантом. Можно я так... Да, у нас просто этим занимается технический директор. Вот, но там без проблем подключается, да, и реально любой человек... Если телефония IP цифровая, то практически 100%, что там можно подключить, достаточно просто. С железными станциями историческими там бывают нюансы, но телефония подключается достаточно легко. Можно я вытащу вопрос? Он был в чатике. Что делать с личными контактами менеджеров? Вот менеджеры переписывают, звонят с личных мобильных, у них есть свой WhatsApp. Что делать? Ну, во-первых, вы WhatsApp нужен, надо завести на себя, то есть на свой, да, на свой, как это называется, не тариф, а на свой бизнес-аккаунт, да, и завести это в Битрикс. И запретить это делать с личных мобильных, так же, как и личные мобильные. На самом деле тоже можно завести в Битрикс24, и вы будете... Ну, просто не все этого захотят, естественно, да, но вы можете купить небольшую, там, небольшая сумма номера, да, и опять же встроить их в Битрикс. Здесь, мне кажется, вопрос скорее больше психологического толка, да, то есть, потому что технически все настраивается элементарно и быстро, да, а вот как их приучить менеджеров? Ну, здесь это ваша воля руководителя, и мы недавно нашли сообщение, мы начали внедрять в Битрикс и себе, и клиентам в 2011 году, да, и это было так. Так, ребята, с этого момента мы в Битриксе, и внедрение заняло не техническое, да, а психологическое порядка шести месяцев. И это потребовало от нас строгости, честно могу признаться, да, жесткой. Иногда мы зарплату даже не начисляли клиент, ну, менеджеру, да, для того, чтобы... Но он должен был все вести в Битриксе. Но это ваша воля. Надеюсь, ответил на вопрос. Так, смотрите, мы по ключевым вопросам прошли, друзья. Поотвечали на чатики. Значит, если вопросы остались, а наверняка они остались, то есть мы прям не все разбирали по косточкам, пожалуйста, вот контакты Ольги. Ольгу можно спрашивать и про смысл, что делать с рекламой, страницами, там, с конверсиями, цепочками писем, как их логически выстроить. И можно спрашивать про автоматизацию, про Битрикс 24. Где посмотреть, как работает, если вам нужна помощь с настройкой, или вы сейчас понимаете, что CRM-система, ну, сейчас-то точно уже нужна, и нужно сделать шаг. Вот Ольга с клиентами не раз проходила эти шаги, там, правда, есть момент технический, и он, правда, не такой сложный, как момент организационный. Когда вы внутри принимаете решения, разговариваете об этом со своими менеджерами, объясняете, что CRM-система не для того, чтобы вас наказать и следить за вами, а для того, чтобы вам помочь, прописываете, что нужно делать с процессами внутренними, где повторные продажи резко увеличиваются, где конверсии резко увеличиваются. Ну, и конверсии Ольги вы видели в самом начале, это космос 47%. Я не видел такого вживую, правда. Это не преувеличение, то есть я замеряла, не боюсь говорить, что у нас и 23 была, то есть и она 9 месяцев мы ее растили, 9, и это прям работа такая. Друзья, спасибо огромное вам. Ольга, большое спасибо. Да, все материалы, повторюсь еще раз, мы отправим в письмах на ту почту, в которой вы регистрировались. Значит, бонусы от Ольги обещаны. Если вы все условия выполните, вам они придут. Да. В самом начале, если вы помните, я тоже немножко говорил про антикризисный чемоданчик от нас. Значит, что нужно сделать будет прямо сейчас? Вернуть нам чуть-чуть обратные связи. Я вот сейчас в то поле, где вы видите презентацию, отправлю опрос. Выглядит он будет вот так вот. И если вы пройдете этот опрос, там буквально несколько вопросов про то, как вам вебинар, как вам спикеры, что бы вы хотели дальше вместе с нами в плане информации получить и пройти, то мы пришлем вам автоматически такой вот набор контента, антикризисный чемоданчик, который называется. Большое спасибо, друзья, вам за участие. В чатике можно пока написать слова благодарности Ольге, если контент классный понравился. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, как это говорится. Заполняйте опрос и удачи вам в бизнесе.